МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова. И сегодня в нашем выпуске. Кто курит, всегда курим. Ход на Пешково я езжу, ход в городе. Борьба с курением в общественном транспорте. Если вы не обнаружили свое транспортное средство, вы должны сразу же позвонить по телефону дежурной части. Что делать, если вашу машину увезли на эвакуаторе? Ее, как 230, часто сходят со страницы. Итоги муниципального этапа областного литературно-творческого конкурса. Глава администрации Владимир Ощупкин провел очередное выездное совещание с руководителями структурных подразделений и служб жизнеобеспечения. Еженедельный коммунальный объезд Азова глава городской администрации Владимир Ощупкин начал с осмотра улицы Московской, где сейчас проводится уборка при бордюрной грязи. Главная тема сегодняшнего объезда была проверка санитарного состояния наших городских улиц. Мы с вами могли наблюдать, началась уборка при бордюрной грязи. Это как раз тот песок, которым посыпались наши городские дороги во время скользких осадков, то есть гололеда. Соответственно, сейчас мы это все убираем. 2000 тонн песчаной соляной смеси, которая была посыпана нашей дороги. Теперь наша задача все это убрать. Вместе с руководителями коммунальных служб города глава администрации проследил, как убирается не только центр Азова, но и другие микрорайоны города. Участники рейда уделили внимание не только санитарному состоянию улиц, тротуаров и дворовых территорий, но и осмотрели ряд объектов торговли. Посмотрели на состояние улицы кооперативно. Сейчас новая проблема. Мы столкнулись с большегрузным транспортом, везущим сельскохозяйственную продукцию на Азовский элеватор. Разбил обочину. Дорогу на самом деле сейчас разбивает. Большие кучи мусора. Все это создается теми водителями, которые везут эту продукцию. И, соответственно, будем сейчас искать, вырабатывать меры, которые будут влиять на этих недобросовестных товарищей. Потому что такого раньше у нас безобразия не было. И, честно говоря, мы не ожидали, что сейчас это будет происходить. Поэтому задача будет устранять эти негативные последствия. Одну из остановок участники объезда сделали во дворе дома по улице Ленинградской, 86. Недавно жители дома обратились в администрацию с предложением сделать из находящихся во дворе металлических гаражей арт-объекты. Инициатива Азовчан нашла горячую поддержку. На стенах и дверях появились любимые сказочные герои начинающих живописцев. Администрация оценила такое проявление творческих способностей горожан, как интересный опыт и готова поддерживать подобные начинания. Александр Истомин, Юрий Друзякин совместно с пресс-службой администрации города. С 1 февраля в городе Азове ведется активная работа по эвакуации автотранспортных средств, нарушивших правила парковки. Какие шаги необходимо принять водителю, если его автомобиль был эвакуирован, мы поинтересовались у представителя компании-погрузчика. Эвакуацией мы занимаемся ежедневно. Начинаем с 8 утра и заканчиваем 8 утра следующего дня, 24 часа в сутки. Стоянка принимает машину и выдает 24 часа в сутки. Стоимость эвакуации составляет 2080 рублей. Каждый час нахождения автотранспортного средства на стоянке стоит 13 рублей в час. Если вы не обнаружили свое транспортное средство, вы должны сразу же позвонить по телефону дежурной части 020 сотого и узнать, где находится ваш автомобиль. Либо его угнали, либо его эвакуировали на специализированную стоянку. Специализированная стоянка находится по адресу Инзинская, рядом с МРЭУ. А как быстро автомобиль попадает в базу, чтобы точно было узнать, что именно этот автомобиль находится сейчас на стоянке? Моментально. Как только ваш автомобиль был погружен на платформу, он сразу же попадает в базу дежурной части. Какие документы нужно предоставить, чтобы вы точно отдали мой автомобиль, чтобы никакие мошенники не могли воспользоваться этим? Вы должны предоставить нам разрешение из ГАИ, водительское удостоверение, либо паспорт, подтверждающий вашу личность, и ТС на транспортное средство, либо же генеральную доверенность. Несмотря на запрет курения в общественных местах, пассажиры городского транспорта сталкиваются с игнорированием закона со стороны водителей. Является ли это исключением из правил или нормой, пытались разобраться наши корреспонденты. Более двух лет действует федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, который запрещает курение во многих общественных местах, в том числе и в общественном транспорте. Однако в азовских автобусах и маршрутках водители по-прежнему курят во время движения. Вам в автобусах приходится ездить. Вы встречаете водителей, которые курят за рулем? Встречаю, конечно. Часто? Да постоянно. Кто курит, всегда курят. Вот на Пешково я езжу, хоть в городе. Ну, на Ростов езжу постоянно, можно сказать. Ну, а вы знаете, что законы на это запрещено? Знаю, конечно. А что это вы у нас спрашиваете? У них спросите. А вы делали замечания? Нет, не делала. Потому что они все грубые. Гонят, курят, по телефону разговаривают за рулем. Сегодня в редакцию Пятого канала обратились пассажиры автобуса, ехавшего по маршруту номер 2. На их замечания курящий за рулем водитель предложил выйти, если не нравится. Мы сообщили об инциденте руководителю предприятия «Донавтосервис» Николаю Сагин. Я сразу же своего заместителя по организации пассажирских перевозок попросил. Он выехал на линию. На конечной остановке встретился с водителем. Фамилия его Шлеев. Он написал объяснительную. Согласно объяснительной, я уже дал приказ о наказании его. Он строгий выговор. Ну и у нас при повторном таком же нарушении, ну, вопросы будут стоять насчет увольнения. Водитель нарушил закон, несмотря на то, что на своем предприятии еженедельно проходит инструктаж о запрете курения в салонах автобусов. При этом еще позволил себе некорректное общение с пассажирами, указавшими ему на нарушение. Тем не менее, есть основания надеяться, что в ближайшем будущем закон начнет работать. Например, сегодня нашей съемочной группе не удалось увидеть ни одного курящего за рулем водителя. Азовчане также отмечают положительные изменения. Езжу по автобусам, но ни разу я не видела, что сигаретой в зубах даже была. Ну, я на семерке, в маршрут семерки у меня было. Ну, месяц назад так ехала, говорю, ну, вы извините, как бы, я вздыхаюсь, я не могу, у меня аллергия. Ну, он, правда, сказал, я извиняюсь, выкинул сигарету. Ну, было такое что. Ну, хорошо. А у вас такое положение? Ну, а один как-то сказал, что мы целыми днями ездим, когда нам курить. Я говорю, ну, это же не выход с положения. Почему я должна дышать вашим воздухом? А улажен? То есть он не бросился? Нет, нет, нет. А вы не ездите? Езжу, но в автобусе я не видела, что поцелу. Пассажирам не стоит терпеть табачный дым. В нем содержатся те же вещества, которые медленно убивают организм курильщика. На некурящих людей, особенно детей, он действует особенно губительно. Поэтому жаловаться не только можно, но и необходимо. Для этого надо воспользоваться размещенными в салоне телефонами руководства предприятия-перевозчика. Если пассажиры будут активно нам помогать, потому что это наши общие интересы, я думаю, мы более эффективно будем бороться с этим злом. И я благодарен тем пассажирам, которые неравнодушны. Не так давно в Азовском музее-заповеднике в рамках областной программы «Доступная среда» были созданы все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями с легкостью могли передвигаться по выставочным залам музея. Обновленная экспозиция «Природа Нижнего Дона» привлекает внимание как детей, так и взрослых. Сегодня гостями музея стали семьи, в которых проживают люди с ограниченными физическими возможностями. Совместный реабилитационный проект Азовского музея-заповедника и дома семьи «Доступная среда каждой семье» был разработан сотрудниками этих учреждений. В нем было учтено буквально все, начиная с подачи материала и завершая свободным передвижением на колясках. Сюда пришли не только сами молодые люди, дети, но и члены их семей. Поэтому экскурсия настолько интересна, настолько близка, она такая трогательная, действительно трогательная экскурсия, которая выражает чувства детей и приятные воспоминания о том, что мы видим летом. Александр Истомин, Юрий Друзякин, Валентина Сираж, Азов.Инфо. В Доме детского творчества прошел праздник, посвященный букве «Ё» – самой молодой букве русского алфавита, которой всего 232 года. По случаю праздника состоялось подведение итогов муниципального этапа областного литературно-творческого конкурса «Ё-библиотека». Сегодня, 18 февраля, в Доме детского творчества состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов литературно-творческого конкурса «Ё-библиотека». Этот конкурс утвержден постановлением правительства Ростовской области 25 сентября 2013 года в целях обеспечения развития и поддержки русского языка. Ей и ёлка, как две сестрицы, часто сходят со страницем. Ёжик ёрзает на полке, ёж скучает возле ёлки. У енота ёмкость есть, он то ёкает, то ест, а земеля помощь ждёт. Въемник ёжика зовёт, егерь тут же за ружьё, пока ёжка заберёт. Этот конкурс, о котором мы говорим сегодня, он, конечно, необычен, потому что он посвящён одной букве, букве ЙО. Эта буква довольно редко встречается в словах, в фамилиях людей, в именах людей. И поэтому все участники нашего конкурса, они, конечно, были увлечены, они с удовольствием принимали участие, потому что конкурс необычный. Я благодарю всех, кто принял участие. Я считаю, что все ребята молодцы, все победители. В конкурсе приняли участие 115 человек. В основном это учащиеся общеобразовательных школ города, а также юные посетители библиотек. В фойе Дома детского творчества состоялась выставка конкурсных работ. Победители мероприятия были награждены грамотами и ценными подарками. Ивана Голубева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Уважаемые телезрители, спешу сообщить, что вечерний выпуск Азов.Инфо 19 февраля выйдет в 19.45. После прямого эфира с губернатором Ростовской области Василием Голубевым на канале Дон-24. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин «Двери-эталон». Межкомнатные и входные двери от эконом до премиум-класса. До свидания. Новости Азов.Инфо 19 февраля ожидается пасмурная погода. Температура днем 0,1, ночью –3,1 градус. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 51%. Уровень воды в реке Дон на 61 сантиметр выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова